В первый день мая в городском и первомайском парках будут раздавать георгиевские ленточки. Там начнут работать аттракционы. Сейчас к открытию нового сезона там готовятся в усиленном режиме. Что нового ждет посетителей в сезоне «Лето-2012»? Об этом прямо сейчас. Все, пуск пошел. Пуск дан и уже начался обратный отсчет. До открытия нового сезона в парке остаются считанные дни. Сегодня здесь не просто убирают мусор и красят. Впервые за годы существования парка, а ему более 120 лет, в нем появится крытая сцена. Раньше сцена выглядела так. Во время дождя выступать было как минимум неудобно. Не раз даже из-за кратковременной мороси аппаратура приходила в негодность. Кроме крыши над сценой, в парке появится аллея счастья для влюбленных. Пока здесь положили только плитку. Скоро установят скамейки и клумбы. И главный сюрприз – двухметровое кованое дерево для замков молодоженов. Его еще изготавливают. Конечно, главной частью горпарка остаются аттракционы. Их тоже надо разбудить после зимней спячки. В первую очередь для их безопасной работы проверяют электричество. В горпарке это делают ежегодно. Допустим, вот здесь произойдет короткое замыкание на этом оборудовании. Могут погореть провода, во-первых. Второе, значит, если попадет на корпус, у кого-то ударит ток. Перед началом сезона операторы, которые управляют аттракционами, сдают экзамены. Каждый год инженер по эксплуатации Юрий Маньков делится. В таком, казалось бы, веселом деле свои серьезные обстоятельства. Первая заповедь – следить за равновесием. Вторая – за поведением веселящихся. Но они безопасны и в то же время ответственны. Они боятся не надо их, они проверяются, все, эти аттракционы. Нюансы, они всегда бывают с посетителями. И недисциплинированные посетители, говорящие, что было даже простое, он говорил, не скручиваться, не цепляться. Идет борьба с ними. Кстати, экзамен сдают не только операторы, но и сами аттракционы. Первыми посетителями аттракциона становятся не люди, а, как это ни странно, мешки с песком. Каждый весит примерно по 80 килограммов, что соответствует среднему весу человека. И делается это для того, чтобы проверить аттракцион на прочность и на безопасность. К примеру, на то, чтобы проверить исправность коллекса обозрения, уходит более пяти тонн песка. В целом, на подготовку к летнему сезону администрация парка уже потратила полтора миллиона рублей. Это при том, что новых аттракционов в этом году не будет. И когда они появятся, неизвестно. Ведь на каждый пришлось бы потратить еще как минимум по миллиону. Ольга Даниленко, Иван Сюмак. Новости дня. Информационное агентство Порт-Амур.